Всем привет! Меня зовут Лера, и вы на канале онлайн-редактора презентации Slider AI. И сегодня мы поговорим об ошибках при создании презентаций. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки и колокольчики. Здесь у нас много интересного о том, как создавать презентации быстро и красиво. Итак, начнем. Первая ошибка – не тот размер слайда. Основная проблема у многих, кто создает презентации – это выбор неверного формата. Например, формат А4 плохо смотрится на экранах, а вот если распечатать формат 16х9, то на листе у вас останутся белые полосы. Поэтому, если вы создаете презентацию для демонстрации на экране, при этом неважно, отправляете вы ее по почте или планируете демонстрировать на проекторе, то делайте ее в формате 16х9, а вот если планируете печать, то лучше всего выбрать формат А4. Вторая ошибка – в презентации нет логичной структуры и истории. Нет ничего хуже, чем презентация без четкой структуры. В таком случае зритель, скорее всего, потеряется в потоке ваших мыслей и идей, а от этой презентации не будет никакого эффекта. Именно поэтому я советую вам начинать создание презентации с выстраивания четкой структуры и логики повествования. Например, можно использовать классическую литературную схему. И вот самая простая из них – завязка, кульминация, развязка. И если это переложить на презентацию, то эта схема будет выглядеть примерно так. Проблема, усиление проблемы, решение, доказательство решения и в конце призыв к действию. Третья ошибка – пустые заголовки без смысла и вывода. Заголовок можно назвать лицом слайда. И самая частая ошибка – это использование назывных заголовков, которые скорее обозначают размыто общую тему слайда. Попробуйте использовать на слайде заголовок-вывод, прочитав который, можно будет полностью понять, в чем суть этого слайда. В идеале, заголовки на слайдах должны выглядеть так, чтобы, прочитав только их, можно было понять всю презентацию в целом. Давайте посмотрим на примеры. На первом слайде заголовок скорее обозначает общую тему слайда, но не раскрывает всю суть. Именно поэтому нам придется, кроме заголовка, прочитать и весь остальной текст на слайде. А вот на втором примере заголовок, наоборот, сразу раскрывает всю суть слайда. Прочитал заголовок и сразу понял, в чем смысл. Четвертая ошибка. Один слайд – миллион мыслей. Взгляните на этот слайд. Тут с первого взгляда сложно разобраться, в чем вообще суть. Понимаю, что часто хочется добавить на слайд максимум информации, чтобы впечатлить зрителя, но в такой ситуации вы все же рискуете получить обратный эффект. Поэтому лучше всего использовать такую схему. Один слайд – одна мысль. В таком случае слайды не будут перегружены, а зрителю будет проще сфокусироваться на главном. Пятая ошибка. Отсутствие выравнивания. Если не использовать выравнивания, как здесь, то есть риск получить неряшливые слайды, а еще прыгающие заголовки и другие элементы во время демонстрации презентации. Такие слайды точно вызовут негатив у зрителя. Поэтому обязательно выравнивайте элементы на слайде. А еще лучше – используйте систему линий выравнивания, модульную сетку. О ней мы еще подробнее расскажем в следующих видео. Шестая ошибка. Куча цветов и нет контраста. Одна из самых распространенных ошибок при создании презентации – это использование огромного количества разнообразных цветов. Это может дать зрителю расфокус, то есть он не сможет понять, что изображено на слайде и что конкретно вы от него хотите. А еще, если подобранные цвета не контрастны друг другу, то мы рискуем получить абсолютно нечитаемые слайды. Для всей презентации вам будет достаточно всего трех цветов. Один для фона, один для текста и один для контрастных элементов. Кстати, а если использовать шаблоны в нашем онлайн-редакторе презентации Slider.ai, то ошибок в вашем дизайне точно будет меньше. Ведь эти шаблоны создавали профессиональные дизайнеры и все до мелочей продумали за вас. Переходите по ссылке в описании и забирайте промокод на тестовый период самой полной версии Slider.ai со встроенными нейросетями. Седьмая ошибка. Слишком много текста на слайде. Запомните, зритель либо слушает вас, либо читает ваши слайды. И если он уже переключился на чтение ваших слайдов, то вы практически безвозвратно потеряли его внимание. Именно поэтому не стоит использовать слайды как шпаргалку к вашей речи. Например, как на этом слайде. Добавьте в презентацию только основные тезисы, на которые зритель сможет опираться во время вашего выступления. Или, например, сфотографировать для того, чтобы запомнить. Остальное скажите своими словами. Восьмая ошибка. Нет фокуса на слайде. Запомните, если на слайде каша, то зритель, скорее всего, точно не поймет, что вы имели в виду, даже если ваша идея гениальная. А вот и примеры слайдов. Без акцентов и с акцентами. Поэтому обязательно структурируйте информацию, которую добавляете на слайд. А также не забывайте выделять главное. И помните, самая важная и просматриваемая часть слайда это верхняя треть. И именно здесь располагается заголовок. Далее идет средняя треть. Сюда вы можете добавить что-то, на что зритель должен обратить внимание. Или запомнить. Ну а внизу расположите дополнительную информацию или какие-нибудь визуальные элементы для декора. Девятая ошибка. Спасибо за внимание вместо вывода или призыва к действию. Помните, самый худший способ закончить презентацию это добавить слайд спасибо за внимание. Такой слайд уничтожает все ваши усилия по подготовке к презентации, а еще стирает память вашим зрителям. К концу вашей презентации зритель чаще всего уже готов к какому-либо действию позвонить, написать, подписаться и так далее. Ну а если никакого действия от вашего зрителя не требуется, то здесь будет уместно добавить краткий вывод из вашего выступления, для того, чтобы зритель смог еще раз собрать все мысли воедино. Десятая ошибка. Пугающая или отвлекающая анимация. Запомните, нет ничего хуже, чем анимация там, где она не нужна. Во-первых, на настройку такой анимации вы потратите свое собственное время, а могли бы сделать в это время что-то более важное и полезное. Ну а во-вторых, рискуете утомить вашего зрителя или просто запутать, а также отвлечь от действительно важных вещей. Поэтому старайтесь использовать минимум анимации, плавные переходы для слайдов, а также вылеты для последовательных блоков. Этого будет вполне достаточно. Это был топ-10 ошибок, которые чаще всего совершают при создании презентации. Подписывайтесь на наш канал, чтобы узнать еще больше интересного о презентациях, а также ставьте лайки и пишите комментарии. Ну и, конечно, забирайте промокод в описании для онлайн-редактора Slider.ai, чтобы процесс создания ваших презентаций был еще более простым и быстрым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова